Но когда Израиль, вот прямо сейчас мы с вами ведем этот эфир, а там происходят военные преступления, которые совершает Израиль, уже на протяжении более полутора месяцев, каждый день совершаются военные преступления, каждый день целенаправленно уничтожается мирное население. Садако за Идилова можно, я считаю, делать, нужно даже, потому что из-за него, из-за вот этого Барса, потому что тот урон, который эти два человека нанесли Кадырову, никто вообще еще никогда, начиная от всех наших амиров, никто такой урон им не нанес, эти два человека очень серьезно навредили Кадырову. Дорогой Тумсо, я очень люблю твое критическое мышление. Объясни, как ты оправдываешь методы Хамас против Израиля, при том, что признаешь ошибки чеченского сопротивления, связанные с террором. Я не знаю, из каких моих высказываний, из моих слов, ты решил, что я оправдываю методы Хамас. Если слова Гутерриша, когда он осудил действия Хамаса, он сказал, что они произошли не на пустом месте, если ты это считаешь оправданием действий Хамаса, тогда да, тогда ты можешь и любые мои высказывания тоже посчитать оправданием. Но я говорю ровно то же самое. Я говорю, что нельзя, осуждая какие-то методы Хамаса, я вообще с самого начала этой новой фазы конфликта, с самого начала говорил, что я вообще не в восторге ни от Хамаса, ни от администрации этого Махмуда Аббаса, от Патха. Это люди, которые ведут дружбу с нашими непосредственными врагами, поэтому у нас с ними есть свои вопросы. Но при этом есть общий вопрос, касаемый Палестины и Израиля. И из-за того, что у нас там противоречие с Хамасом или Фатхом, мы не можем теперь перечерпнуть вообще право Палестины на собственное государство и тем более поддерживать в этой ситуации оккупанта Израиля. Поэтому мы разделяем между народом Палестины и какими-то там политическими или иными организациями или силами. То есть есть вот это разделение. И я считаю, что Гутерриш высказал очень такую правильную точку зрения, которая, конечно, очень не понравилась Израилю и израильским друзьям, но тем не менее она правильная. И тем более сейчас, когда идет просто геноцид палестинского населения в Газе, говорить там про какие-то противоречия с Хамасом, указывать на какие-то там моменты, сделанные Хамасом, вообще сейчас неуместно. Сейчас уместно говорить о убийстве палестинцев и нужно остановить именно это. Когда это будет остановлено, вот после этого можно разбирать уже преступления, военные преступления, совершенные Хамасом и военные преступления, совершенные Израилем. И всегда указывая на то, что палестинцы должны реализовать свое право на государство, этот мир должен им помочь в реализации этого права. Израиль должен отпустить оккупированные территории, вернуться к установленным границам. То есть, я не буду сейчас в контексте происходящих событий сететь и рассуждать о военных преступлениях Хамаса. Я готов это делать, когда кровопролитие сейчас будет остановлено и обязательно с обсуждением израильских военных преступлений. Вот так вот справедливо, без проблем, можем об этом говорить. Но когда Израиль, вот прямо сейчас мы с вами ведем этот эфир, а там происходят военные преступления, которые совершает Израиль. Уже на протяжении более полутора месяцев. Каждый день совершаются военные преступления. Каждый день целенаправленно уничтожается мирное население. И сидеть сейчас, разбирать, что там Хамас делал 7 октября. Нет, друзья, давайте сейчас мы будем говорить о военных преступлениях Израиля. Хотите поговорить о военных преступлениях Хамаса, давайте остановим происходящие сейчас военные преступления. А потом будем и обсуждать, и судить, и наказывать, кого надо. Но в данный момент я лично этим заниматься не буду. Говорить о преступлениях Хамаса я не буду. Партия НИСО. Тумсо, как председатель партии Чечен Войц прокомментирует, как ты относишься к программе деоккупации канала НИСО? Будет ли твоя партия делать такую же программу по деоккупации Чеченни парков? Я не в курсе, про какую программу ты говоришь. Поэтому я не могу никак это прокомментировать. А по поводу вопроса, будем ли мы делать какую-то программу по деоккупации Чеченни. Но если будет эта тема актуальной, понимаете. Вот сейчас, допустим, я не считаю, что это вообще актуально сейчас какие-то программы делать на эту тему. Но если будет актуально, то, наверное, да. Муаммад Басаев. Эдилов антир сапи. Баррик аллаху фейкум, братья. Эдилов антир сапи. Далмегарду. Садако за Эдилова можно, я считаю, делать. Нужно даже. Потому что из-за него, из-за вот этого Барса. Потому что тот урон, который эти два человека нанесли Кадырову, Никто вообще, еще никогда никто, начиная от всех наших амиров, Никто такой урон им не нанес. Эти два человека очень серьезно навредили Кадырову. Кадырову. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры. Добавил субтитры.